Спасибо большое. Очень рад вас всех видеть. Спасибо большое организаторам за возможность здесь выступить. Единственное, я отмечу, что здесь не будет про научные издания, а здесь доклад несколько про другие вещи. Я убрал то самое провокационную составляющую названия, которую вы видите в программах. Все-таки не будем рекламировать. Если начнем говорить про индексы научного цитирования, я уверен, в аудитории есть люди, которые разделяют такую точку зрения, что, в общем-то, это про то, что изображено на картинке. Инструмент для того, чтобы сидеть выше, видеть дальше, ну и как-то вообще весь этот мировой аттракцион науки, который происходит, разглядывать в более мощную оптику. Однако есть люди, конечно, которые разделяют и другую точку зрения относительно того, какую роль играют индексы научного цитирования в современной науке. Тирания метрик, неудобные методы оценки, потагонка за публикациями, какие-то ухищрения, которые заставляют наших авторов выбирать публикационные стратегии, которые потом приводят к не самым лучшим репутационным последствиям. Ну, все знают эти названия, манифесты, отчеты. Я уверен, что вы все с ними знакомы. Ну, вот существуют такие, я бы сказал, диаметрально противоположные точки зрения, хотя в каком-то смысле они очень тесно связаны и дополняют друг друга. Мы решили также заинтересоваться вопросом, а как сами исследователи видят роль индексов научного цитирования. И в РФФИ провели большой опрос среди исследователей, которые пользуются конкурсной информационно-аналитической системой Киас РФФИ, значит, выбор российских исследований между Scopus и Web of Science. Ну, здесь в названии, конечно, небольшая провокация. Само название исследования, оно было несколько более общим. Мы задавали им там целый ряд вопросов относительно того, какие индексы они используют, для каких целей, какие еще инструменты, близкие к индексам или интегрированные с ними используют и так далее. Я считаю, это был хороший такой стартовый шаг наш, потому что нам удалось охватить аудиторию в 12 тысяч активных пользователей Киас РФФИ, то есть мы выбирали, показывали приглашение принять участие в вопросе только тем исследователям, которые активно участвовали в конкурсной деятельности. Кроме того, естественно, мы про каждого ответить, респондентам могли сказать, какой предметной области он принадлежит, какая у него ученая степень, какая у него активность в конкурсных программах и так далее, что дало нам гораздо больше массив информации. Я здесь приведу несколько картин, которые помогут перейти к следующим шагам. Во-первых, российские исследователи, это был конец 2020 года, сказали нам, что они поддерживают не только профили в Scopus или в Web of Science. Ну там профиль не в Web of Science, а в Researcher ID. То есть доля тех, которые регулярно стараются поддерживать свои профили в Orkid, она была сопоставима 44%. И мы, конечно, очень порадовались этому, потому что, в принципе, в России принуждения к Orkid явного не существует, в отличие от некоторых европейских стран, где это прописано в национальных политиках. Тем не менее, вот такое количество российских авторов, участников конкурсов РФФИ активно старались поддерживать свои профили. Так, быстренько. Потом был вопрос, какие индексы цитирования используют для поиска, какие другие реферативные базы политематически используются. И здесь мы увидели очень интересные ответы. Наряду со Scopus и Web of Science активно используется Google Scholar. 30% исследователей не реже раза в неделю используют Google Scholar. Но и понятно, что есть люди, которые поисковой запрос вбивают прямо в строку браузера. Естественно, Google Chrome перекидывает их в Google Scholar, и отсюда и вся эта статистика и привычки. Но там также упоминались несколько других баз. Dimensions, Lens, Microsoft Academy, который на тот момент активно существовал и, в общем, давал нам всем большие надежды, и Semantic Scholar. Так вот, доля тех пользователей, которые регулярно, то есть хотя бы раз в две недели, по-моему, раз в две недели обращались к этим ресурсам, не превышало 3%, то есть 1-2%. И вот такой еще был вопрос. Значит, для разных вот здесь аудиторий данная разбивка. Насколько критичным окажется отсутствие доступа к Web of Science и Scopus для поиска новой информации в вашей исследовательской работе? Так вот, более трети респондентов, здесь на картинке как раз вот есть три столбца, такие графические, да, и оранжевая это не станет проблемой, доля ответивших, фиолетовая вызовет затруднения, а серая, которая, возможно, даже не видна, но она в самый крайний столбец, это остановит работу. Так вот, более трети респондентов с ученой степенью в областях биологии и химии заявили о том, что их научная работа станет невозможной без доступа хотя бы к одному из индексов научного цитирования. Это было в конце 20-го года, и это, честно говоря, нас озадачило, потому как мы предполагали, что, ну уж люди с ученой степенью, да и в таких, скажем, наукоемких, интенсивных областях, как биология и химия, где публикационный поток очень великий, необходимость обращения к ресурсам очень высока, они должны как-то более широко смотреть на выбор систем. Поэтому мы предположили, что может наступить день, час, придет человек и задаст вопрос, у меня нет доступа, как мне теперь делать науку? Ну и мы, естественно, понимали, что все достаточно просто, мы эксперты, самое время об этом сказать и объяснить ему, что существуют и другие системы. Однако, когда все это случилось, здесь мне надо убрать улыбку с лица, конечно, когда все это случилось в этом году, мы, конечно, были не готовы, потому что оказалось, что голосов гораздо больше, и ответа требуют все. Возникли голоса, которые начали говорить об исчезновении доступа к 98% мировой науке, кто-то стал задаваться вопросом, как теперь безхирша измерять, значит, свою авторитетность. Ну и понятно все то, что характеризует любой публичный дискурс, да, широта взглядов, мнений, неосторожность высказываний, все это было. А что же, собственно, экспертное мнение, да, и оказалось, что вот рабочая группа, которая была сформирована для того, чтобы сформулировать принципы новой наукометрии или новых подходов к оценке, в общем-то, мнения и там разошлись. Оказалось, что существует аналитический взгляд, существует какой-то социологический взгляд на то, как использовать эти индексы, нужны ли они вообще и так далее. Поэтому мы решили, что нам необходимо попытаться сформулировать свой взгляд, что такое хорошо, что такое плохо для индекса научного цитирования. Мы посидели, подумали и сформулировали основные вопросы, на которые нам захотелось ответить. То есть варианты использования индексов научного цитирования в целом у нас вложились в четыре типа таких больших, в четыре группы задач. Это поиск научных работ, исследователей, проектов, организаций, то есть поисковая задача. Вторая – это анализ цитирования. Все-таки это, ну, такая своеобразный взгляд, требует несколько, может быть, других навыков. Ну и, в принципе, задача другая. То есть анализ цитирования, метрики и сеть. И преимущества индексов по отношению к первому, они понятны. Это качество метаданных. Все-таки Scopus и Web of Science занимаются не первый год этим. Ну, я имею в виду их компании. У них существуют свои алгоритмы индексации, существуют отличные алгоритмы поиска, которые позволяют надеяться на то, что когда вы используете этот инструмент, вы что-то получаете взамен, и оно осмысленное. В отношении анализа цитирования та же самая история. Качество распознавания списков литературы. Списки литературы у издателей самые разные. И вот эти парсеры, которые стараются превращать их во что-то осмысленное и машиночитаемое, они у ClaryVate и у Elsevier, они все-таки на высоте. Потом есть задача подсчет публикации в определенных научных изданиях. То есть на уровне государства эта задача существует. Она реализована разными путями. И понятно, что оба провайдера, они стараются здесь помогать. Существуют списки изданий, ежегодно обновляемые метрики. Существуют аналитические готовые инструменты, которые позволяют по одной кнопке, какие-нибудь Q1, Q2 журналы, отфильтровать и посмотреть объемы публикационной активности. И четвертая задача, которую мы сами, можно сказать, придумали, потому что не сильно верим, что она очень востребована, но она должна быть востребована. Это наполнение собственных информационных систем метаданными и метриками. То есть два провайдера, и Scopus, и Elsevier, и Clarivate, они предлагают современные схемы описания данных. Они эти данные могут продавать. По крайней мере, существует и рыночное предложение коммерческое на приобретение данных. Удобство интеграции, то есть различные API хорошо описанные. Ну и собственно само качество метаданных. То есть можно наполнять свои информационные системы дополнительными полями, которые приобретаешь у провайдера. Что, конечно же, должно выделять эти две базы в отличие от других. Ну и мы решили тогда посмотреть, какое качество метаданных в контексте решения вот этих предыдущих задач в других базах данных. Мы взяли Crossref, Lens, OpenAlex. О каждом я скажу несколько слов позже. Scopus, Semantic Scholar и Web of Science Core Collection. Выбрали массив статей. 60 тысяч статей с участием российских авторов. За последние, там получилось, 7 лет. Разбили их на 4 группы. Группа 2021 года, 2020, 2019 и общая группа 2016-2018. И посмотрели, как присутствуют, насколько заполнены поля, отдельные поля метаданных во всех этих базах данных для одних и тех же статей. Мы оценивали полноту заполнения, однородность, ну и консенсус между источниками по отношению к тому, что именно там написано. Надо сказать, что, естественно, нам не удалось сделать все возможные сравнения, но кое-какие первые шаги мы сделали. Значит, надо сказать, какие ресурсы мы включили в анализ. Сейчас существует, понятно, Google Scholar, существует Baidu Scholar, Never Academic корейский, CNKI Scholar, японская база, Cylid, который недавно MDPI сделал, Baidu Scholar. Я даже не знаю, как он правильно называется, но его называют Baidu Scholar. То есть все эти Scholar, они, в общем-то, гиганты. У них есть, у большинства из них есть очень мощные механизмы индексации. Они охватывают там огромные, практически все, наверное, издания, репозитории, сайты и все остальное. Но у них нет нормального механизма доступа и не очень понятные правила игры. То есть вы можете эти данные, может быть, на сайте анализировать, но выкачать себе и использовать с понятной лицензией нет. Поэтому их мы не включали. Вторая группа – это те ресурсы, которые все-таки слишком узкие. Например, Midline, DBLP, Aminer. Они хотя и дают открытую лицензию, дают удобные инструменты для работы, и у них, у некоторых, очень неплохие качественные метаданные, как, например, у Midline с недавнего времени. Rins туда же относится. Но как бы охват ограничен определенным набором. Поэтому мы выбрали Crossref, Lens, Sematic Scholar и OpenAlex. Про техногиганты надо сказать, естественно, несколько слов, потому что был Google Scholar, был Microsoft Academic, Facebook сделал свою мету. В общем-то есть Baidu Scholar тоже, техногигант, который может индексировать все, может иметь свои собственные технологии искусственного интеллекта, умеет обрабатывать тексты, работать с текстом, как никто другой. У них есть мощности для сбора, но пока что реальность такова, что мы наблюдаем безразличие к уровню качества изданий. То есть они всеядны и предают вам все. У них есть наработки в области искусственного интеллекта, но на самом деле, если мы ставим задачу распознания, например, названия организаций, как они присутствуют в публикациях, то понятно, что даже искусственный интеллект от Google не справится с этой задачей. Здесь огромный набор эвристик, который накоплен Эльзивиром и Кларивейтами и который они используют для того, чтобы вот это еще с многократной ручной проверкой людьми. С одной стороны у техногигантов привязка профилей к учетным записям глобальных сервисов. Ну, казалось бы, если Microsoft создал такую систему, как Microsoft Academic, и мы можем туда заходить, и у нас привязка к аккаунту Windows. Ну, вот все. То есть еще несколько шагов с их мощностями, и мы увидим абсолютно персонифицированную, отличную систему для работы с научной информацией. Однако какого-то видимого интереса к персонализации сервисов не наблюдалось, и более того, тот же Microsoft закрыл вообще свою систему, а Google, в общем-то, уже там десятилетиями не показывает какого-то такого ясного, ясной стратегии к развитию. То есть, ну, есть и есть. Crossref. Про Crossref, я думаю, детально рассказывать не надо. То есть, вот эти все слова, я думаю, они знакомы, но если какую-то из аббревиатур вы не знаете, то вот я ее здесь привел, вы можете посмотреть. То есть, они участники инициативы за открытые цитирования и непосредственные операторы. Они дают данные для открытого индекса цитирования на основе данных Crossref, и участники инициативы по открытию рефератов, и поддерживают реестр грантодателей в Андреев, и сейчас активно развивают новые схемы для того, чтобы издатели могли поставлять данные с новыми идентификаторами. То есть, не только с Orkid, но, например, еще с ROR. Это идентификатор, который сейчас развивается для организаций. То есть, вот Crossref, он дает много поводов для оптимизма. Их приверженность принципам открытых научных инфраструктур пози, максимум возможностей для загрузки корректных и полных данных. И, в принципе, Crossref прекрасный ресурс, особенно если у вас есть достаточно мощностей, чтобы развернуть его и поддерживать локальную версию. Фактически у вас свой индекс научного цитирования с той оговоркой, что качество метаданных в руках, к сожалению, издателя. Если ClaryVate и Elzivir делают хоть какие-то усилия для того, чтобы отслеживать качество полей, то издатели, они издатели. Ну и, естественно, необходимость взносов коммерческих за участие в проекте Crossref, который исключает ряд тех издателей, которые не в состоянии платить. Наверняка такие есть, и мы знаем их. Проект Lens австралийский. Он вообще просто загляденье. Он охватывает 247 миллионов уникальных записей. То есть это огромная величина. Они связывают данные, статьи в научных журналах и патенты. То есть у них все данные внутри связаны. То есть вы можете смотреть, какие статьи цитируются в патентах. У них есть персонализация на уровне профиля пользователей. У них есть сейчас персонализация на уровне организации. У них есть API. Правда, API они переводят в коммерческую область, но он очень обильный. То есть там по миллиону записей можно забирать. У них есть различные инструменты. Самое главное, у них есть понятная дорожная карта, очень хорошо прорисованная. То есть в этом году они выпустили три мэджор-релиза. То есть больших таких релиза, где ввели новые функции. Они делают ясный акцент на доступность и говорят, что ценовая политика определяется страной. Поэтому, скажем, для большого широкого перечня стран в Африке, Азии у них абсолютно бесплатное использование, в том числе и платных опций. Россия в тот список не входит. Но тем не менее из разговора с ними я так понял, что речь идет о суммах для института в десятки раз меньше, чем стоимость тех индексов, к которым мы привыкли. Что дают те сервисы? Это неограниченные API, возможности полной интеграции с их системой. То есть наборы метаданных можно получать. Но даже простой индивидуальный пользователь может делать там поиск, выгружать 50 тысяч туда-сюда статей по DOI, получать полные наборы метаданных, строить индексы научного цитирования. В общем, и множество-множество фильтров и инструментов для визуализации. Прекрасный инструмент. Единственное основание для пессимизма – это то, что они унифицируют записи, полученные из открытых источников, то есть пытаются их дедуплицировать, и они всегда успешны. Этих источников не так много. То есть это Midline, Crossref, и был Microsoft Academy, который сейчас, в общем-то, ушел. Ну и все-таки там есть платные сервисы, поэтому он такой не совсем полностью бесплатный вариант. Semantic Scholar – проект Института Алина Искусственного Интеллекта. Алин Институт for Artificial Intelligence. Внушал много оптимизма. В его наблюдательном совете и среди участников был Microsoft и, по-моему, Google, если я не ошибаюсь. То есть, в принципе, техногиганты, те, кто заинтересован во всех этих вопросах, они участвовали. Они охватывают 206 миллионов статей, у них есть поисковик, и они делают ставку на то, что, занимаясь обработкой текстов, текстовых составляющих описания статьи, они пытаются генерировать свои собственные топики, то есть темы, направления. Они делают выжимки TLDR, то есть это краткая выжимка, по их мнению, характеризующая статью лучше, чем реферат, который написали авторы, то есть передающая самую суть, для отражения в поисковике. У них есть свой механизм определения наиболее влиятельных цитирований. То есть вы видите, допустим, 50 цитирований у статьи, но из них 10 наиболее влиятельных. То есть они более значимы. Ну и множество разных других вещей. У них есть бесплатный API, у них есть возможности выгрузки, у них есть персонализация на уровне профиля. То есть любой исследователь, заходя сюда, регистрируется и получает доступ к этим, к поиску по 206 миллионам статей. Это намного больше, чем те цифры, которые обычно произносятся, когда мы говорим про проприетарные индексы научного цитирования, Scopus Web of Science. Единственное, у них отсутствует публичная стратегия развития. Они как-то так на сайте аккуратно говорят, хотите узнать о нашей стратегии, присоединяйтесь к нам. Ну и фокус только на открытых данных. То есть вот есть такое ограничение. OpenAlex. Кто-нибудь уже работал с этим проектом? Нет, да? Понятно. Значит, OpenAlex разработала та же команда, которая разрабатывала Unpaywall. Unpaywall, который индексировал сайты издателей, проверял, какая лицензия у статьи, открытая, закрытая. Если открытая, то какого вида? Ну, имеется в виду с лицензией или просто открытая, но без лицензии. Кроме того, они шерстили научные репозитории типа Arsiva или там PubMed Central и, соответственно, зеленый тип открытого доступа также учитывался. Поэтому, когда они построили свою базу данных, центральным элементом которой был DOE, то есть у них для каждого DOE появился флажок, что статус такой, ссылка на, допустим, припринт или ссылка на открытую версию, она вот там лежит. И когда они такую базу построили, их данные начали использовать самые разные поставщики, в том числе коммерческих услуг, например, Elzivirus, Scopus. Вот эти самые флажки открытого доступа взял Unpaywall. И, насколько я знаю, ClaryVate тоже. Ну, вот если кто-то меня поправит. И эти ребята, когда стало, пришло известие о том, что Microsoft Academic закроется в мае или июне прошлого года, они сказали, мы подхватим это дело. Ну, были, в общем-то, поводы к оптимизму, потому что команда опытная. Правда, месяц назад одна, Hizer, Pivowar, одна из, в общем-то, самых движущих сил этой команды сказала, что она уходит по своим личным причинам. Но, тем не менее, там действительно опытная команда. На сегодняшний день у них нет публичного интерфейса. Он будет запущен в веб-интерфейс. Он будет запущен к сентябру 2022 года. Но уже существует массив, который они обещают каждый месяц обновлять. Этот массив охватывает 237 миллионов уникальных статей. Они его обновляют. То есть они берут, например, данные Crossref, берут данные из публичного файла Orchid и связывают их. Берут данные из топиков, например, мидлайновских, ну, мешевских термеров. Подтягивают Wikidata. То есть они пытаются наполнить данные максимально. И все эти данные они отдают с лицензией CC0. И все эти данные они отдают через API. То есть вы, скачивая для статьи, вы сразу скачиваете и список литературы, и список цитирующих статей, и все термины, и чего только нет. То есть максимум данных вы получаете. Как я говорю, сегодня работает API. Вот здесь как раз ссылочка внизу в этой презентации, пример работы с OpenAlex API на русском языке на сайте, не знаю, как он называется, сайте наукометрического центра высшей школы экономики. Иван Стерлигов там на питоне показал, значит, как, что видно внутри. Но, к сожалению, остаются вопросы, главное из которых это качество индексации. Потому что все, что мы видим сегодня, это результат слияния доступных датасетов. То есть они забрали у Microsoft то, что было, взяли себе и продолжают пополнять это с CrossRef'ом и со всем остальным. Но будут ли у них мощности, чтобы так же, как Microsoft, который использовал мощность своего bingo, чтобы бегать по сайтам издателей и забирать новые данные. Если они это смогут сделать, ну тогда у нас действительно появятся большие надежды в отношении того, что будет вот новая открытая поисковая система с целой кучей метаданных в таком классном формате. Ну а если не смогут, тогда, в общем-то, получится CrossRef, соединенный еще с чем-то, с чем-то. Итак, мы сравнивали данные для того, чтобы посмотреть.